Всем привет, с вами Влад, команда BMT Crew, город Москва. И сегодня мы начинаем с вами наш онлайн урок на проекте Break Advice. На уроке мы рассмотрим с вами вариацию элемента, который называется 4-step или 4-шага по-русски, разучим смену направлений через движение, которое вы называете CC, или также у него есть вариация названия как Switch. И в конце мы сделаем с вами элемент, который называется Ninja, но с футворка. Этот элемент мне показал Би-Бой Фриз из команды Ghost Crew, танцор с 30-летним опытом, один из представителей первых волн брейк-данса в Европе. Вот, движение очень прикольное, мне очень нравится его делать. Мы с вами попробуем для начала сделать его в одну сторону, потом в другую, потом соединим обе стороны через CC или Switch. Так, как оно выглядит сначала в одну сторону? Выглядит оно примерно вот так. Давайте сделаем его медленно, посмотрим, как он делается. Значит, смотрите, начинаете вы, сидите на корточках, правая рука на полу. Ну, ногу левую вы вытягиваете по диагонали в сторону и руку в этот момент меняете, получается вот такое движение смены стороны. Дальше вы выпрямляете правую ногу в сторону, да, получается у вас вот такая вот поза, таз не прогибаем, все нормально, встаем. Дальше левую ногу вы уводите под низ не мягким движением, а вы уводите ее под низ резко. Ставите ее уверенно, четко, да, и дальше вам остается, чтобы начать, начать делать этот элемент еще раз, да, закончить последний шаг, четвертый, просто согнуть ногу, да. Все элементы здесь делаются именно шагами, прыгать пока не надо. Может быть прыгнете, когда уже свою вариацию будете думать. Так, поехали еще раз. Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. То же самое попробуем сделать в другую сторону, с правой ноги. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Значит, прежде чем мы сделаем этот элемент в две стороны и соединим его через CC или Switch, я расскажу вам, и мы попробуем просто поменять сторону на примере 6-степа через CC. Значит, на мастер-классе у Кен Свифта, когда я был, он объяснял, что этот элемент не называется CC, а он называется Switch. Почему? Потому что изначально его не делали, его не делали вот так. Его не делали так, а его использовали для смены стороны на футуорке. Вот, сделаем мы это с вами сейчас сразу по примере, на примере 6-степа. Вот, смотрите, делается так. Начинаем с 6-степ. Раз, два, три. И когда четвертый шаг, мы делаем подсечку на нем, нога доходит и не зацепляется, не зацепляется за левую, да, она остается прямой. И здесь уже мы немножко в сторону делаем удар. Ставим ногу обратно и сразу же меняем направление в другую сторону. Получается вот так. Получается раз, два, три. На четвертом шаге ударили, поставили, поменяли. И 6-степ обратно, добежали назад. Тоже сломано в другую сторону. Раз, два, три. На четвертом шаге нога не доходит до конца, делает удар. Пам, поменяли и в другую. Делаем полностью. Раз, два, три. Вот такая вот смена сторон. Очень круто можно словить динамику на вот этой вот смене. Разогнаться. Смотрите, например, я могу сейчас через CC поменять направление и быстро зайти в Baby Freeze. Смотрите, как смотрится динамично. Достаточно резко. Вы можете зайти в любой элемент. В гелик, в свайп, в сутворк. И будет смотреться быстро, красиво. Мы попробовали с вами сделать свитч на примере 6-степа. Теперь мы добавим это движение к нашей вариации 4-степа. Значит, поехали. Делаем 4-степ. Сначала, получается, с правой ноги мы его начинаем. Раз, два, три, четыре. Дальше заходим как будто на следующий круг этого 4-степа. И когда нога у вас выпрямляется в диагональ, дальше вам остается только ударить ногой, сделать свитч, вернуться в корточки. Именно через шаги не вот так, а именно сделать пам-пам-пам. Ногу согнуть. Отсюда мы сидим. Видите, у нас левая рука на полу. Корточки. Нам остается сделать движение уже в другую сторону, поменяв руку, вытянув ногу. Правую сторону. Хоп. Все, вытянули. Делаем в другую. 2, 3, 4. Продолжаем опять с правой ноги. Пам-пам-пам. И в другую. Раз, два, три, четыре. Та-та-та. Раз, два, три, четыре. Та-та-та. Движение это можно делать очень быстро, смотрится очень круто, ножки бегают, так как они должны бегать на футворке. Посмотрите, как это выглядит быстро. Для начала не торопитесь, начинайте делать движение просто, чтобы каждый шаг был четким. И потом постепенно увеличивайте скорость. Типа того, смотрите. Зайти на этот элемент вы можете с любого футворка, с любой штуки, которая у вас есть. На одном из уроков, который вел Буги Джей, он показывал элемент monkey swing. Вот мы с вами с этого элемента и попробуем сейчас зайти на этот постеп. Monkey swing. Пожалуйста, вот зашли. Очень просто и понятно, да? Значит, дальше. Одним из вариантов продолжения, который будет полезен для зрелищности и будет выглядеть достаточно прикольно. Вот. Я выбрал для вас элемент, который называется ниндзя. Вот. Обычно делают его после свайпа. Мы называли его полтора свайпа раньше. Просто полторашка, прилетаешь, нога на ногу. Сейчас покажу, как он выглядит. Значит, выглядит он вот так. Как раз этой позиции отлично там все ложится. Как его делать? В нашем случае мы начинаем вот с этой позиции, которая у нас есть в фостепе, да, в нашей вариации. Вот. Делаем его так. Смотрите. Вы делаете взмах левой ногой, левой ногой вверх и в круг немножко, да? Вот. При этом вы одновременно прыгаете правой ногой с пола, вот. И толкаетесь с правой руки, с правой руки, прилетаете на левую. То есть, если сделать это тихонько, то получается вот так. Если прям не до конца. Вот так. Вот. То есть, так вы можете пробовать в самом начале, чтобы привыкнуть к самой, к самой динамике элемента. Вот. Вот так. Вообще нормально. Можно делать так. В плане, чтобы научиться. И отсюда вы пытаетесь столкнуться посильней. Вот. А также этот элемент, я не помню, где уже видел, по-моему, у свифт-рока. У свифт-рока он делал вот этого ниндзю подряд. Много раз, и я вообще офигел. Как это так вот. Примерно вот так вот выглядит. Можете что-нибудь с этим придумать тоже. А теперь давайте соединим эти элементы. Фор-степ, свитч и ниндзю. Значит, начнем. Начнем с правой руки на полу. И начинаем делать. Значит, первый раз делаем фор-степ. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Свитч. Второй фор-степ. Раз, два, три, четыре. Свитч. И на третий вы упрямляете ногу. Одну, вторую. И полетели. Отсюда можно сделать пинок, выпрямив ногу. Сесть на ногу. Согнуть. Развернуться. И встать. Обозначить в конце. И напоследок я хотел вам сказать, что, ребята, не заморачивайтесь на том, чтобы делать только элемент в той форме, которую я вам его показал. Количество шагов, там, четыре, пять или шесть, это всего лишь условия для вас, которым вы можете пользоваться для того, чтобы придумать какие-то свои прикольные вариации футворка. То есть берете любую, любую, там, какую-то концепцию, любую, любую тему и условия для себя. Четыре шага. И все. И придумываете. Главное, чтобы там хоть как-то более-менее вы бегали по кругу, как-то разворачивались, и чтобы футворк был динамичным. Шаги могут быть любые. Вот. Значит, на примере именно вот этого фостепа давайте посмотрим, как его можно сделать по-разному и что вы можете с ним придумать. Значит, например, кстати, смена стороны тоже прикольный очень концепт для того, чтобы интересную фишку вытянуть оттуда. Значит, смотрите, фостеп. Раз. Два. Ногу можете, если вы садитесь на шпагат, можно вообще попробовать вытянуть ногу вообще назад. Далеко, да? Будет, мне кажется, прикольно смотреться. Можно попробовать поставить ноги вместе и колени держать вообще рядом. Можно на моменте, когда вы ногу вот эту вот ставите под низ, да, вы можете поставить ее на пол. Не коротким движением, можете поставить ее широким движением. Вот. Можно подпрыгнуть слегка. Тоже будет нормально смотреться, да? То есть никто вас ни в чем не ограничивает. Думайте, придумайте свои вариации. Дальше. Смену стороны тоже можно сделать по-своему. Не обязательно каждый раз делать именно вот так, да? Можно сделать, допустим, вот. Четыре степ. Отсюда ударили. Поменяли сразу. Да, вариации. Вы можете использовать там перепрыжку через ногу, там как-нибудь можете ударить вот так ногой. То есть проехаться куда-нибудь, там отскочить, да? То есть креатив и ваши личные идеи превыше всего. Yes! С вами был Влад, команда BMT Crew. Следите за последними новостями, за новыми уроками проекта Break Advice. Всем мир скорейшего развития, кача, музыки и веселья.